Всем привет! С вами Ксюша и Саша и Public in Dubai. И сегодня мы вам расскажем про погоду в Дубае в ноябре. Мы сейчас находимся возле Mall of Emirates. Появилась небольшая проблема. Когда заходишь в Молы, например, этот, то очень быстро замерзаешь. Приходится выходить на улицу, немного погреться. Сегодня 12 ноября. Время около 11 утра. И на улице достаточно комфортная температура. Погода сегодня располагает прогулкам. Есть возможность погулять, походить по улицам, посмотреть какие-то парки. На улице светит солнце. По информации из интернета, сегодня утром 22 градуса. Днем ожидается потепление до 30. Влажность 83%. Наверное, это много, но это не ощущается. Первое время, когда мы приехали, мы жили в отеле. Мы приехали сюда месяц назад, 17 октября, и погода была совершенно другая. На улице было очень жарко. Если сравнивать два месяца, то сейчас чувствуется, что стало гораздо прохладнее и комфортнее. В отеле предусмотрен в каждой комнате кондиционер. Кондиционер в нашей комнате работал постоянно. Сейчас мы живем в небольшой квартире, и в ней достаточно прохладно. Кондиционер у нас работает очень мало, и мы его включаем всего лишь несколько раз в сутки. Используем его один-два раза в день, чтобы проветрить, и достаточно комфортно спать. Сейчас мы собираемся на пляж, и наш любимый пляж это рядом с парусником. Можете увидеть его вот там, Джамейра Open Beach. И мы вам расскажем, как до него добраться от Mall of Emirates. От Mall of Emirates удобнее всего добираться на такси. Если вы едете из города, либо с одной стороны, либо с другой стороны, вы можете добраться до станции метро Mall of Emirates и здесь поймать такси. Мы вам дальше расскажем, как добраться. Сейчас мы находимся в Mall of Emirates, и я расскажу вам про погоду в Моле. По ощущениям достаточно прохладно, ну, градусов 20. Так что, если собираетесь находиться в Моле достаточно долго, где-нибудь посидеть в каком-нибудь кафе или походить по магазинам, то возьмите что-нибудь потеплее. На мой взгляд, шерстяные носочки тоже могут пригодиться, потому что кондиционеры работают достаточно активно. В начале ноября с понижением температуры на улице заметилось понижение цен в магазинах. В частности, магазин H&M, рядом с которым мы сейчас находимся, снизил свои цены до 75%. Это позволило нам с Сашей купить очень дешевые купальники. Купальники уменьшились в цене ровно в 4 раза. Как мы спросили у продавцов в магазине, это обосновано тем, что на улице произошло снижение температуры, и в городе наступила зима. На пляж теперь ходить очень холодно, на пляже можно только загорать, и местные жители в воду уже не лезут. Недавно в этом поле висели желтые и осенние листья. К сожалению, их уже сняли. Было достаточно красиво, была очень приятная атмосфера. Вроде даже лилось. Уже совсем не лето. Скоро, наверное, повесим снежинки. Будем ждать. А сейчас, как и обещали, мы вам расскажем, как добраться до пляжа. До пляжа мы будем добираться на такси. Сейчас мы покажем, как такси поймать. Монток, Демирес. Сейчас мы едем в такси по направлению к пляжу. И посадка стоит 3 дирхама, то у пляжа это примерно 17-17 дирхама. То есть в среднем. Поймать такси от Молла Феймера есть достаточно просто. Их всегда там много. Водители ждут желающих прокатиться. Поэтому мы сели в такси буквально за считанные секунды. И сейчас мы уже по дороге к пляжу. Я думаю, мы доберемся туда достаточно быстро. На пляж мы ездим, к сожалению, не очень часто, так как мы были заняты очень поисками работы, поиском жилья. На самом деле сейчас по вечерам достаточно приятно гулять. У нас рядом с нашим домом небольшой пруд, пальмы. И по вечерам мы прогуливаемся. Очень много людей бегает. Я не знаю, как раньше, месяц назад на самом деле было бегать еще некомфортно. Сейчас прохладно, и количество людей, которые занимаются спортом на свежем воздухе, оно увеличивается. И это очень заметно. Может быть, тоже попробуем побегать немножко, но пока не готовы. Мы живем в районе Аль-Барша. И это строящийся район, как весь Дубай. И поэтому мест, где можно погулять вечером, их не так много. Нам повезло. Рядом с Моллом есть хороший пруд. Но в целом, если попробовать пойти в другую сторону или куда-нибудь в район, везде строят дороги, везде все перекопано. И достаточно мало места, где можно комфортно пройти. Однажды наша прогулка по району Аль-Барша продлилась около трех часов. Мы, как типичные русские туристы, решили пройтись и посмотреть окрестности. В силу того, что вокруг сплошные стройки, мы долго-долго обходили заборы. Потом мы дошли до района с маленькими виллами. Шли вдоль вилл и наткнулись на стройку дороги. Пока мы обходили стройку дороги, мы дошли до непонятной темной улицы. Прошли темную улицу. Далее мы двигались по большому проспекту с фонарями, на котором не было ничего, кроме этих фонарей. Таким образом, мы домой вернулись через три часа в пыли, достаточно уставшие, но полные впечатления. Поэтому будьте аккуратны, выбираем маршруты прогулок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы уже почти уцелены, подъезжаем. Вот здесь мы можем видеть парус, он совсем близко. Скоро мы прибыли на пляж. Мы уже подъезжаем к пляжу, нам осталось буквально 200 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сейчас 12 часов дня, достаточно жарко, скажем так, на море есть небольшой ветер на заливе, и поэтому ближе к воде прохладнее, гораздо приятнее. Хочу отметить, что несмотря на то, что сегодня после день люди должны быть на работе, на пляже людей достаточно много. То есть даже понижение температуры и чуть-чуть охладившаяся вода людей не пугают. Может быть, для кого-то это даже более комфортно. Джумейра Open Beach – это открытый пляж, доступ на него свободный. Пляж оборудован информационными стендами, на которых есть вся информация, что можно делать, а что нельзя. Также кабинками для переодевания – женскими и мужскими. И плюс на пляже всегда присутствуют люди, которые следят за выполнением правил поведения и за безопасностью людей, находящихся на пляже. За моей спиной вы можете видеть еще один показатель. Он касается плавания. Здесь написано предостережение по поводу заплыва за пусть, а также купания при красном флаге. За моей спиной также вы видите, что сегодня вывешен красный флаг. Надо отметить, что чуть далее на пляже вывешен желтый флаг. Видимо, охрана пляжа не договорилась о том, что можно купаться сегодня или нет. Но на стенде есть информация о том, что купание – это риск, на который вы идете осознанно. Сзади меня вы можете видеть домик охраны с флагом Арабских Эмиратов. Можно подумать, что там никого нет, но на самом деле иногда оттуда выходит мужчина садиться в красивый белый джип и ездит по пляжу и делает вот так вот тем парочкам, которые пытаются обниматься или купаться вместе. Так что тоже нужно быть внимательными. Да, однажды мы купались и видели, как молодой человек пытался покатать свою девушку на руках. И буквально в несколько минут приехал мужчина на охране и махал им из окна с очень серьезным видом. С очень серьезным видом. На пляже, как и в других публичных местах, нельзя обниматься, целоваться. Если есть желание купаться вместе, за вами всегда проследят и скажут, что так делать не надо. Песок на пляже очень мягкий, поэтому как только мы зашли на территорию, мы сразу же сняли наши тапочки. Песок, надо сказать, что очень теплый, очень приятный. Он очень мягко греет ноги. Ходить по нему одно удовольствие. Пляж очень чистый, ракушек и грязи нет. Поэтому мы с огромным удовольствием пройдемся по пляжу. Если стоять достаточно тепло, но ноги все равно не обжигает. Это говорит о том, что солнце уже не такое активное. Сейчас мы вам покажем сумку, с которой мы ходим на пляж. Между прочим, экологически чистая сумка, купленная в Карипоре за 10 дирхам. С собой на пляж мы берем обычно несколько вещей. Это обязательно подстилки, полотенце, которое нам тоже пригодится. Хотя многие обходятся без него. Желательно взять какие-то фрукты, что-то перекусить и обязательно воду. Чего мы, к сожалению, в этот раз не сделали, поэтому пойдем добывать ее сейчас. В отличие от других стран, за свои вещи мы не боимся так, находясь на пляже в Арабских Эмиратах. Потому что пока инцидентов с пропажей вещей мы не слышали. Наконец-то мы добрались до пляжа, до воды. И можно сказать, что для тех людей, кто живет здесь, она достаточно прохладная. Купаться так активно желания уже нет. Месяц назад, когда мы только приехали, вода была гораздо комфортнее. Один наш знакомый сказал, прекрасно охарактеризовал эту воду. Заходишь, как в чай. Сегодня вода свежая, она бодрит. И боюсь, что нам придется некоторое время погреться, прежде чем залезть в воду. Но для туристов это не имеет никакого значения. Для туристов температура воды прекрасна. Да, так что можете с удовольствием прилетать в ноябре в Арабские Эмираты и наслаждаться погодой. В феврале этого года мы с Сашей, как туристы, приезжали сюда на отдых. Температура воды была где-то около 22 градусов. Но по сравнению с зимней, Москвой, с ее минусовой температурой, нам казалось, что вода очень теплая. Температура воздуха была тогда порядка 28 градусов. И тоже нам казалось, что это очень жарко. Мы не вылезали с пляжа, мы постоянно спали. На данный момент, уже прошив здесь месяц, нам кажется, что вода 25 градусов, это уже достаточно прохладно. Да, потому что сегодня, по информации на группе интернета, вода 25-26 градусов. Сегодня, когда мы смотрели погоду в интернете, нам сказали, что через несколько дней в Дубае может быть гроза или небольшой дождь. Очень интересно будет посмотреть, и дождемся ли мы этого. Вообще, гроза и дождь в Дубае – это достаточно редкое явление. По последней статистике, это бывает 4 дня в году. И, конечно, мы еще этого не видели. Нам будет очень интересно. Если вы отдыхали в Дубае в ноябре и готовы поделиться информацией, рассказать об этом, очень будем ждать комментарии вашей информации. Может быть, у вас есть какие-то свои замечания по поводу ноябрьской погоды, по ощущениям. Для кого-то, может быть, вода в море теплая, для кого-то холодная. Кому-то температура воздуха кажется высокой, кому-то низкой. Делитесь с нами вашими впечатлениями, мы будем очень рады. С вами были Ксюша и Саша специально для проекта «Ин Дубай». Саша специально для проекта «Ин Дубай»